Всем привет! В этом видео расскажу о том, как через Google таблицу, связанную напрямую с вашим личным кабинетом Озон, обновлять остатки и цены на ваши товары. Для этого переходим по ссылочке, которую вам высылает наша поддержка, регистрируемся, создаем все таблицу в разделе Marketplace. Далее переходим в таблицу. Здесь можно сразу перейти во вкладку информация, скопировать ссылку для связки, зайти в ваш личный кабинет Озон, товары, обновить через Feed. Сюда вставляем ссылку на Feed, нажимаем добавить. Далее можно зайти сюда в редактировать, выбрать, что обновлять, остатки, цены или то и другое, изменить название для удобства. Здесь оно будет отображаться. Все, Feed доступен. Теперь вам необходимо добавить в таблицу артикулы ваших товаров и названия товаров. Названия товаров могут быть произвольными, то есть для себя вы можете любые написать, чтобы вам было понятно, что это за товар на Озоне. Артикул обязательно должен совпадать с тем, что находится на Озоне. Далее вы добавляете сюда цены, они будут в течение часа меняться на Озоне. То же самое касается остатков. Вы добавили название склада, далее пишите количество товаров, которые там находятся. Если у вас несколько складов, нажимаете сверху плюс, здесь вписываете другие названия складов и добавляете количество. Тут важно понять, что если вы добавили количество, после того, как они обновились на Озон, их нужно отсюда убрать. Иначе после продажи товара они опять и будут обновляться на то количество, которое есть в этой таблице. Но если у вас есть необходимость в том, чтобы остатки всегда были, допустим, 10 штук на складе, то вы ставите цифру 10 и они больше никогда снижаться не будут. Вернее будут, но каждый час будет обновляться опять до 10. Для удобства вы можете зайти на Озон, в раздел товары, список товаров. Здесь скачать товары, допустим, по категориям. Далее у вас отобразятся в менеджере загрузок все файлы ваших категорий. Вы можете все эти категории скачать и, открыв Excel файл, скопировать артикулы, вставить их в таблицу и название. Далее столбики можно расширять для удобства. Также можно добавлять дополнительные столбики. Допустим, вы решили понизить цену на 5%. У вас была цена, допустим, 100 рублей. Вы сделали для себя формулу. Эта формула посчитала вам конечное значение, протянули ее. Далее вставили всю информацию, необходимый столбик, и ваши цены изменятся автоматически. Также, наведя на каждый столбик, есть подробная инструкция, которую можно всегда прочитать. А если у вас останутся вопросы, обращайтесь в поддержку. Успехов в автоматизации!